Модные гаджеты, путешествия и даже покемоны. Все что угодно, лишь бы завлечь людей на участки для голосования. До выборов остается всего лишь 6 дней. Самая главная задача сейчас это заманить граждан на избирательные участки. Вот такими нестандартными способами. Давайте о них подробно поговорим. Относительно новой приманкой для избирателя стали конкурсы селфи, например. В Самаре самым фотогеничным обещают приставку Xbox, гироскутер или поездку в Москву на двоих. Надо просто 18 числа прийти, проголосовать на избирательный участок, сделать фотографию и выложить ее в Instagram со специальным хэштегом выборы селфи. И вот можете запомнить и осуществить это, чтобы получить такие классные призы. Ну а, собственно, потом уже выберут победителя и наградят. Многие уже вовсю фотографируются, наверное, тренируются и постят свои фотографии. Тему селфи подхватили и в других регионах. Правда, подарки там чуть скромнее. В Ростовской области, например, за 20 лучших фотографий с избирательных участков обещают всего лишь селфи-палки. Ну а победителю, конечно, приз поинтереснее – смарт-часы. В Ямал-Ненецком автономном округе решили обойтись менее креативными подарками. За интересные селфи дают просто деньги. Ну, конечно, человек пойдет сам и купит себе все, что ему хочется. Часы, там, селфи-палку, уж сам определится. В общем, 4000 рублей дают. И дальше все зависит уже от вашей фантазии. Не забывают региональные избиркомы о давней традиции подарков для впервые голосующих граждан. Вот я вспоминал, что когда я впервые голосовал, нам дарили шоколадки. Но сейчас призы чуть поинтереснее за это событие. В Московской области потратят больше 4,5 миллионов рублей. На эти деньги закупят 26 тысяч календарей. Ну, а, например, в Нижегородской области дарят ручки и блокноты. Вещь тоже очень необходимая в хозяйстве. Местный избирком потратил на их закупку почти 2 миллиона. Ну, совпадение или нет, но традиционный тюменский фестиваль «Золотая осень» пройдет в этом году как раз 18 сентября. Вместе с ним и розыгрыш ценных призов. В афишах о выборах ни слова, но принять участие в этом розыгрыше можно только сходив на избирательный участок. Схема сложная, но, конечно, понятна невооруженным взглядом. Получить карточку со специальным защитным слоем, под которым может быть спрятан приз, можно в специальных центрах по месту прописи. Их адреса чудесным образом тоже совпадают с адресами избирательных участков. Граждане получают шанс выиграть 4 квартиры, 20 автомобилей, а еще различную бытовую технику и мелочи для дома. Всего разыгрывают 350 тысяч призов. «Золотую осень» на тюменских выборах использовали еще два года назад. Тогда явка составила под таким благовидным предлогом 73%. Ну а, например, в 2013, когда никаких стимулов не было придумано, пришли только 17% избирателей. Разница, конечно, ощутимая. Ну, в некоторых регионах делают ставки не на подарки. В Татарстане, например, просят сознательных граждан размещать в соцсетях хэштег «Люблю Татарстан, иду на выборы абсолютно безвозмездно». Правда, в Инстаграме под таким хэштегом пока 240 фотографий. Но лучше бы они какой-то небольшой приз придумали. Но еще одна идея от самих депутатов – неожиданный союз единоросса и коммуниста. Они предложили позвать на выборы Пикапикачу и друзей. Вот такую инициативу они предложили ЦИК, а именно разместить редких покемонов на избирательных участках, чтобы привлечь к голосованию в первую очередь молодежь. Но ЦИК к этому предложению отнесся очень скептически, как и к игре «Покемон Го» в целом.